Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Действует предпраздничная акция. Только до 8 марта все двухкомнатные квартиры по цене 42 тысячи рублей за квадратный метр. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Мариала – три свечи. Безопасность на дорогах, в транспорте и местах массового скопления. Об этом говорили на краевом селекторном совещании. Доброта и милосердие спасают от смерти. В Анапе работает социальный приют для бездомных животных. Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. Мэр Анапы Сергей Сергеев проверил, как выполняется его распоряжение. В микрорайоне Триан запланирован новый сквер. На 21 февраля в сквере у Трех Свечей намечена посадка в новом сквере деревьев. Во всяком случае, главу города заверили, что именно в эту пятницу здесь начнутся эти работы. И все для их начала готово. Сергей Палч выехал на место посмотреть, ведется ли разбивка новых аллей и на какой стадии подготовительной работы. Оказалось, что только сегодня агроном Делестроя получил на руки топосъемку участка, а энергетики просматривают возможность размещения будущих аллей так, чтобы они не попали на электрические кабели в земле. Здесь должно быть сейчас. Топосъемка – это его инженерное решение. Здесь должно быть нарисовано сегодня в масштабе, что есть, с дорожками существующими, вот этими уродливыми, и потом, что мы хотим видеть. И посоветоваться надо и с архитектором согласовать, и, может быть, еще с какими-то творческими людьми. Главой города уже подписано распоряжение о создании здесь зеленой парковой зоны. Его заместитель Алексей Харитонов заверил главу, что работы ведутся, ведь будущий сквер уже есть в эскизе, поэтому глава никак не рассчитывал сегодня увидеть здесь то, что увидел. Когда будет нарисовано и утверждено, мы в пятницу посадим деревья, в следующую пятницу еще посадим. Ближе к весне мы постелим плитку, а к началу курортного сезона мы установим здесь декоративные фонари. И тогда это будет законченная композиция. Времени на раскачку, считает глава города, было достаточно, поэтому он остался крайне недоволен тем, что не увидел здесь живой и заинтересованной работы. Вот это что стоит, скажите? Это я вот как бы к Алексею Васильевичу обращаюсь. Что вот это стоит? Вот об этом я и говорил, что за этим сквером они упираются второй день. Вчера я подписал распоряжение. Вот за этим сквером должен быть закреплен определенный сотрудник, который каждый день, приходя на работу, уходя с работы, один раз в день будет проверять здесь состояние, порядок. Любовь Евсеева, Станислав Фалько, специально для Анапы регион. И в продолжение темы. Сергей Сергеев проверил, как ведут строительные работы в новом корпусе морского пограничного лицея в селе Пятихатки. Мэр Анапы выяснил причины столь долгого строительства. О том, что мешает хозяевам и подрядчикам завершить все работы, расскажем прямо сейчас. Для того, чтобы эти мальчишки смогли наконец-то начать обучение в отреставрированном под кадетский корпус помещении, вокруг которого узнав о приезде главы, они спешно взялись наводить порядок, осталось всего ничего – проявить руководству, хозяйскую сметку и расторопность. Но на вопрос главы, когда же наконец новоселье, посыпалось перечисление нерешенных проблем. Первое – отсутствие ограждения хотя бы с фасада, это безопасность учащихся. Далее, второе – нужно ремонтировать асфальтовое покрытие. Я вопрос задал, когда, а вы начали мне рассказывать, почему. Если мы на разных языках разговариваем, тогда да. Я хочу услышать от вас, от двух руководителей. Да, потому что видит Бог. То, что от меня зависело, я решил. Мы выделили 20 миллионов рублей на реализацию этого проекта. Это серьёзные деньги для бюджета. Начальнику управления образования Нине Филофеевой хорошо известно, почему до сих пор не ведётся благоустройство, не отапливается здание, не смонтировано оборудование. Нужно было заключить договоры под гарантийные письма, начинать всё делать. Вы сначала сделали смету почти на 2 миллиона. Это очень дорогостоящее ограждение, поэтому вам была поставлена задача, чтобы вы реально подошли к этому вопросу. Поэтому Сергей Сергеев делает резонное заключение. Я считаю, что деньги потрачены нерационально. Почему? Потому что можно тратить деньги, если мы решаем вопрос с эксплуатацией здания. А если мы тратим деньги и не эксплуатируем, ну на сколько мы ещё? Года на три растянем, да? Итальянское. Качественное оборудование для столовой на 2 миллиона рублей до сих пор пылится среди картонных коробов. 2 миллиона здесь валяется, 20 там валяется, понимаете? Всё валяется. Я не знаю ничего, но мы должны были это сделать как обущество. Всё восстановить, всё расширить. Вы же планировали, я подчёркиваю, планировали сюда перейти? Конечно, в первом сентябре. Ну, я имею в виду вы, не подразделение, а вы как директор. Вот о чём речь. Вы планировали сюда? Конечно. Каким образом? Позиции Александра Викторовича Баканова, в которой нет хозяйской расторопности и желания решать вопросы деятельно, как и положено руководителю, глава города пообещал дать соответствующую оценку. Любовь Евсеева, Станислав Фалько. Специально для Анапа. Регион. Безопасность в крае обеспечивают 52 тысячи сотрудников полиции, специалистов миграционной службы и представителей общественности. О том, какая работа прошла на Кубани за минувшую неделю, расскажет Алина Гумерова. Заместитель министра гражданской обороны чрезвычайных ситуаций и региональной безопасности Краснодарского края Михаил Додатко доложил об итогах работы с начала года. Сотрудники полиции и представители органов местного самоуправления 32 городов Кубани провели профилактические проверки. На прошлой неделе в таких мероприятиях приняли участие около 52 тысяч человек. Сотрудники полиции более 20 тысяч, транспортной полиции почти 2,5 тысячи, специалисты миграционной службы 800 человек и 7,5 тысяч казаков-дружинников. Проверили 114 тысяч граждан. В ходе проверок установили 396 мест проживания иностранцев. 42 человека, находящихся в розыске, задержали. Изъяли 92 огнестрельных оружия. В органы внутренних дел доставлено 6,5 тысяч человек. Из них 417 прибыли из республик Северного Кавказа. На нарушителей составили 11 тысяч административных протоколов. 782 за нарушение миграционного законодательства. В судах принято решение о выдворении за пределы России 70 иностранных граждан. Таким высоким результатом во многом способствовала активная поддержка общественности, ТОСовцев и квартальных комитетов. От них поступило 945 сообщений. 701 заявление уже проверили. В некоторых муниципальных образованиях до сих пор не принимают исчерпывающие меры для привлечения всех возможных сил для обеспечения безопасности. В Приморско-Ахтарском, Калининском, Денском, Красноармейском, Василковском, Успенском и Тихорецком районах казачьи дружины неактивно поддерживают общую работу с мигрантами. На маршруты патрулирования выходит до 10 казаков. Более эффективной работы ждут в крае от муниципальных служащих в Крымском, Кореновском, Приморско-Ахтарском, Брюховецком и Курганинском районах. Заместитель мэра Анапы Сергей Козлов потребовал от чиновников усилить действие по работе с общественностью. В ТСЖ собрать информацию, кто на курорте проживает без прописки и где находятся так называемые резиновые квартиры. Возьмите это на контроль, Владимир Владимирович. Самая главная сейчас задача для нас – проверить эти дома. Участковым тоже подключиться к этой работе. О местах проживания незаконных трудовых мигрантов и строительных объектов, где массово применяется иностранная рабочая сила, для мер оперативного реагирования можно сообщать по телефону горячей линии миграционного контроля 30721 и в ночное время 02. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа. Регион. И к другим темам. Группа активистов подошла весьма нетривиальным способом к проблеме бездомных животных. Организовали мини-приют, откармливают, лечат, стерилизуют и отдают в добрые руки собак и кошек. Не только в Анапе работают и в соседних районах – в Крымске, Новороссийске и Тиморюке. К активистам присоединились помощники. Поддерживают деньгами, привозят кормы и медикаменты. Самая большая проблема – постреабилитационный период, когда нужно решить – выпускать понравившихся животных обратно на улицу или найти хозяев. Вадим Родин познакомился с теми, чьи сердца способны излучать столько добра и теплоты, что с лихвой хватает на десятки братьев наших меньших. Светлана Железниченко – участник проекта «От сердца к сердцу». Кроме собственного лабрадора, которого она спасла от усыпления после долгой службы в силовых структурах, ухаживает за ранеными и просто брошенными кошками. О животных никто, кроме людей, не позаботится. Их выкидывают, люди не понимают, что их надо стерилизовать, они рожают, котят выкидывают в мусорки, на улицу. Это уже, наверное, пятое животное у меня находится. Это только у тебя? Да, только у меня. Еще у девочек у нас, у Лизы, собак 16, если я не ошибаюсь. А сколько у вас вообще? Мы сколько у вас добрых людей? У нас вчера, например, было собрание, и нас пришло 24 человека. Вот нас 24. Еще это плюс к тому же, что у нас некоторые девочки не пришли. Помогают мужья добрых анапчанок. Делают клетки специально для курса после операционной и реабилитации. Команда активистов арендует помещение для благородного дела. Помогают спонсоры. Но помещение в распоряжении только до апреля. Что делать потом и где оказывать помощь животным, пока неизвестно. Сегодня в клинике для усатых-полосатых проводят операции по стерилизации. В среднем 3-5 операций в день. У нас настоящие хорошие практикующие врачи, которые буквально на добровольных началах согласны помогать нашему сообществу в этом деле. Мы хотим таким образом сократить численность бездомных животных именно гуманным путем стерилизации. За полтора месяца было простерилизовано 47 кошек и одна собака. На этом мы не собираемся останавливаться. То есть у нас в планах простерилизовать еще хотя бы 100 кошек. И сейчас у нас в планах уже очень много заявок именно на собак. Передержка это когда животное находится у кого-то в доме, либо в квартире на определенный период времени. Вот для нас была бы помощь, если бы брали по 1-2 кошки на передержку на 10 дней. То есть от момента операции до снятия швов. И потом мы их возвращаем на места их обитания. Туда, откуда мы их взяли. После стерилизации животных содержат здесь. Пока срастаются швы. Когда организм окрепнет, кошек и собак выпускают на волю. Или отдают в добрые руки. Специально для этого в социальных сетях созданы странички, на которых есть фотографии животных и история болезни. Также на страницах размещена информация, какая помощь необходима. Питание, наполнители, медикаменты и одноразовые пеленки для операций. Это площадка для общения и взаимопомощи для всех добрых сердец Анапы. И в виртуальном пространстве, и в вполне реальном. Вадим Родин, Анапа-регион. В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Во всех школах Анапа специалисты молодежного центра 21 век проводят спортивные эстафеты. В соревнованиях участвуют учащиеся старших классов. Четыре команды в спортивном зале Гайкадзорской сельской школы соревновались в перетягивании каната и сложной эстафете. Первый этап эстафеты – задание «Змейка» с мячом вокруг фишек. Следующий участник команды должен преодолеть дистанцию на ведрах. Здесь учитывают ловкость, скорость и аккуратность. Третий этап – дистанция в противогазе и разборка автомата. Задача четвертого спортсмена в команде – собрать автомат. Весь комплекс подготовки до призывной молодежи к службе в Вооруженных силах России – прообраз, существовавший в Союзе начальной военной подготовки. Физические нагрузки и соревнования помогают сохранять и поддерживать хорошую спортивную форму и формируют положительное отношение к здоровому образу жизни. И это все новости на сегодня. В завершении выпуска прогноз погоды. В четверг, 20 февраля, в Анапе будет малооблачно без осадков. Температура воздуха днем – 9-11, ночью – до 7 градусов со знаком «плюс». Ветер переменный – 8-10 метров в секунду. Атмосферное давление в норме – 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы – 7 градусов тепла. Далее блок полезной информации от партнера программы – производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Действует предпраздничная акция. Только до 8 марта все двухкомнатные квартиры по цене 42 тысячи рублей за квадратный метр. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова